Монополисты Монополизм Это и есть вся русская жизнь У нас монополизм власти Царь сидит наверху И диктует Это вообще русская матрица Вам это очень мешает жить? Я говорю, что это русская матрица Она как бы диктует Всю структуру жизни Я согласна Ну вот приедет барин Барин нас рассудит Мы сами ведь хотим иметь барина Мы ведь письма все пишем Не иначе, как президенту России Мы сошлись в едином порыве Успешные рецепты борьбы с монополизмом На вашем уровне Наверняка вы нашли уже какие-то лазейки Последний представитель монополиста С которым мы общались года два назад Как раз таки По нормативу на отопление Ох, крамольную вещь Скажу, но парня уже здесь нет Но мы ему просто сказали Что ребята, если вы дальше себя так будете Везти, то мы выведем жителей наших домов на улицу Сколько можете вывезти? Сколько можем вывезти на улицу? На сегодняшний день? Не буду говорить Сотни тысячи? Вы знаете, я могу подвести сейчас всех наших коллег Потому что у меня такое впечатление Что ТСЖ Это единственная демократическая ячейка Которая вообще в России существует Структура Потому что это самоуправление граждан Это строгая отчетность, выборность На самом деле, а не липовая И поэтому У моих многих коллег Не у всех, но у многих Впечатление, что ТСЖ стали сворачивать Именно боясь этого Ведь не секрет Что в свое время в Испании Это хунту кто положили? Кондоминиум Поэтому давайте не будем говорить Сколько мы выведем на улице Я просто про это не слышал Кондоминиум Я никого на улицу не собираюсь выводить Я своих жильцов дома обожаю И я их не подставлю ни под что Ни под какой каток Кондоминиум Как они называются правильно? Кондоминиумы Минимумы Минимумы Вы правильно Минимумы А, умы Нему Да Значит, кого они вывели на улице? Где? В Испании? Я, насколько знаю, да Вот такую, по крайней мере, байку Мне в свое время рассказывали историки Что, опираясь вот на эти Ведь что такое ТСЖ? Вот давайте мы по-другому скажем Не в сфере ЖКХ А совсем в другой сфере ТСЖ Это объединение граждан По какому признаку? Территориальному Понятно все дальше? Понятно Вот и все Но мне все-таки интересно Вот чем закончится эта история? Как началась, чем закончилась? В Испании? В Испании? Нет Когда это было? Судя по тому, сколько наших графтов Ну, ехали в Испанию Наверное, это кончилось хорошо Я там не была ни разу Но это было в 70-е годы? И когда это? По-моему, да Вот режим-то, когда Франков Где-то тогда, я уж не помню Ну, я тут уже плаваю В исторических этих событиях Просто байку Вот вам рассказывают Байку как байку Можете, это байка Так, репутация Ох, как интересно Репутация Береги честь Как там с молоду, да? О платье Снова Репутация Заработать репутацию Среди граждан города Перми Ну, хотя бы своего маленького Такого домика Чудесного Замечательного Я стараюсь уважать своих жильцов Я стараюсь, чтобы у них чувство Собственного достоинства Присутствовало всегда Чтобы качество их жизни было Вот на том самом высоком уровне Который я могу С моим трудом С моей помощью Может быть достигнуто В данном маленьком Вот этом конгломерате Этим маленьком ЖСК И я думаю, что у меня Всякие у нас были моменты Каждый дом Это действительно имеет свой скелет У каждой И у нас всякое было И на меня жаловались президенту Все было Ну, куда от этого деться Да, ну, конечно, президент Вот сейчас нас в данную секунду Смотрят уже 4 человека Мы в прямом эфире находимся Если вы помните об этом Да, я уже разволновавшись забыла Я слушаю только себя Я жду вопросов от вас, дорогие зрители В виде тем, которые Наша гостья может раскрыть для вас Так, личное счастье Личное счастье Эту тему предложил социолог Виктор Бурго, который вчера На вашем месте сидел Он сказал, что Эта категория Все более и более важной Становится для россиян Все, что касается Ощущения счастья Так же, как и свободы Глубочайшее Это мое личное впечатление Это то, что человеку дано от рождения Вот повезло ему Вот как бывает музыкальный слух Дал Бог музыкальный слух Не дал Бог музыкальный слух Социология, личное счастье Категория, которую А я не в социологии Я в своем личном жизненном опыте Ощущение счастья Это внутреннее состояние человека Так и не важно В Советском Союзе Или в Путинской России Абсолютно Внутреннее состояние человека Но человек может быть счастлив И в скиту Вот у меня недавно был в гостях Знакомый Крупный бизнесмен У которого дочь ушла в монастырь И сидит, плачет Вот мужик здоровый Пятидесяти лет Сидит, плачет Я ему говорю, что плачешь? Ей радостно? Ей нравится в монастыре? Да Она счастлива Счастлива Все Будь счастлив И ты ее счастью Личное счастье А уж у каждого человека Оно из чего складывается Это интимное дело Но для меня Мое личное счастье Это безусловно две составляющие И семья, и работа Если у меня и там ладится И там ладится Я счастлива У меня ощущение счастья Даже от того, что я с вами Сегодня познакомилась От того, что я впервые увидела Вот этот микрорайон Костарева Я счастлива, понимаете Не тем, что я увидела А то, что я в этом городе Увидела еще что-то Что я не знаю Я пришла сюда В отличном настроении У меня отец мой всегда говорил Плохая погода Радуйся Хорошая погода Тоже радуйся Потому что там ничего не будет Я вспоминала Вот феномен Костарева Продолжила наша журналистка Любовь Соколова Из-за Ив Она говорит о том Что люди И это тренд настоящий Они вдруг поняли Что не нужно жить В больших многоквартирных домах А нужно выстраивать Свой клочок земли Строить коттеджик Домик маленький Однозначно Ближе к земле Вы как к этому относитесь Мы с Любой это просто много раз обсуждали С Соколовой И я абсолютно уверена Я всем своим знакомым И вам могу посоветовать Если есть возможность Строите свой дом Жить в многоквартирных домах Будет очень тяжело Со временем Это мое глубочайшее убеждение И потому что Не выстроены законы И потому что люди Не готовы Вот к тому О чем мы с вами говорили Это самоуправление То есть вы пессимистка Вы не считаете что же В этом нет А почему пессимистка А разве плохо жить В своем домике Имея свой кусочек земли Хочу я там сажаю Лучок, морковку, картошку Хочу розы сажаю Хочу все вместе Я вот арбузы и дыни В этом году вырастила А вот все коммуникации И так далее А что проблема какая Что сейчас есть проблемы В коммуникациях Не знаю И вас спрашивают Абсолютно никаких Для личного дома Никаких проблем нет С коммуникацией Абсолютно Бури скважину Интернет Вообще никаких проблем нет Единственная проблема Может быть в отдаленных районах Это с газоснабжением Тут я с вами согласна Ваши знакомые Переехали Кто-нибудь есть Кто Конечно Недавно Сделал такой выбор Конечно И расскажите про их опыт Очень позитивно Еще никто не пожалел Никто не вернулся Обратно в город А по денегам Это примерно Так же Или дороже Например Продать квартиру И строить свой дом Это зависит от того Какого качества Вы хотите себе построить дом Все что могу вам сказать Если вы хотите коттедж Забабахать На 450 квадратов То надо во первых Еще помнить О том что его придется Отапливать Содержать И мыть иногда Вот это я дам вам Хочу сказать А прислуги Еще везде не хватает Все должно быть По потребностям И по возможности А вот интересно Это миф Или не миф Что у нас Россия огромная страна А земли Нет В смысле Трудно получить Собственность Землю На которой строить Дом Не знаю Причем Не знаю Не 10 квадратных метров А гораздо больше Я просто Жил Временно Приезжал в гости В Финляндию И смотрел Что мне там нравится Люди буквально Покупают Участок леса Они живут в лесу И в пределах видимости За деревьями Не видно других домов Да Почему у нас Такого нет Почему нет Вот я перед вами сижу У меня есть кусок леса У меня просто нет Сейчас материальных Возможностей Там строить дом Да все не так Это реально Ну конечно реально Ну не так Пессимистично Кусочек леса Вы себе уже Купили Да Ну очень давно А это Очень и очень А сейчас Сколько это стоит Не знаю Не знаю Просто у меня Немножко тут Так Обстоятельства сложились Еще в 93-м году Мы купили этот кусочек леса Ну У меня трагически Трагически погиб муж И после этого Мы уже Ну вот стоит он И стоит этот кусочек леса Ну значит Вы должны построить Там память о мужа Нет Я не хочу ничего строить Там Пусть мои дети Если хотят строить Земля Назовем эту тему Своя земля Своя земля Да По земле Это у меня опыт огромный Я еще отвоевывала Большой кусок земли В центре города Для нашего ЖСК Читала Про это в интернете Ух Даже в Москве Про это рассказывали В общественной палате Российской Федерации Выступала с докладом По поводу наших Окунь Вот кстати Между прочим Администрация города И вменяемые люди Очень сильно помогли Хорошие люди Есть Есть хорошие люди В России сюда Так Как бы вокруг Зверства Зверства власти Отдельные хорошие люди Делают это более-менее Приемлемо ЖКХ Хлеб мой ЖКХ Все Вас интересует Конкретно Что там ЖКХ Нет Я про ваши эмоции Спрашиваю Хлеб мой ЖКХ Это Я считаю Что это основа всего Мы живем Не в Бразилии На берегу моря Где можно там Спать под лодкой Укрывшись банановым листом Мы находимся В такой климатической зоне Где Людям должно Житься всегда При тепле Основное Потому что мы просто Вымерзнем И мы живем в этой системе Жилищно-коммунального хозяйства Которые К сожалению Вот у меня Такое впечатление Просто никто ничего не знает Что сейчас надо делать И если дальше Будет все продолжаться В таком же темпе Влад То мы с вами Как ниф-нифы Наф-нафы Нуф-нуфы Хоть хижинки Но построим Я вас пущу В свой кусочек леса Так Права жильцов Это самое основное Права жильцов Я к сожалению Вот сейчас В течение Двух или трех месяцев Вела прием граждан По жилищно-коммунальным проблемам Это по линии ТОС По линии ТОС Это территориальное Общественное самоуправление Есть у нас и такая структура Даже в местном самоуправлении А вот плохо Что не знаем Вот на что опираться А люди про это знают Очень много народу ходит Очень интересно Кстати Наталья Николаевна Мельник Я познакомилась в ТОС Случайно там оказавшись Вот И конечно Когда слушаешь людей Когда их права нарушаются Вот вы знаете Одно дело Когда их права нарушает государство А эта структура Она На каком уровне вообще Это как бы Она имеет какие-то права Это органы есть На самоуправлении А вы не в курсе Каким образом У нас отменили выборы Города Перми мэра Нет Как раз через ТОС Они обладают Законодательной инициативой А что их отменили-то След за губернаторами что ли Но мы же Мэра больше не выбираем Ну да Нет Не выбираем Я слышал Как у нас мэра зовут Даже не знаю Кто он вообще Никто и звать никак Подождите Сап Коп Ты кто такой Вот видите До чего дошло Дошло Это же неправильно Неправильно вы считаете А может хорошо Когда мы их не знаем Может они так о себе Думать не будут Что они тут хозяева жизни Когда мы их вообще не знаем Я вас уверяю Вот я веду этот прием У нас есть люди Которые не знают Кто такой Черкунов Я вам клянусь Люди живут своей жизни Все Они отгородились Ключевского читали да Читали Прогнедельно Такой еще был Прекрасный русский историк Аксака Читали Вот не тот Который написал Оленький цветочек А его родной брат Почитайте Вы получите колоссальное удовольствие Историк Вот он там пишет Это 1800 какой-то год Что вот власть идет так в России А народ вот так вот И они идут параллельно Не пересекаясь Вот когда я слышу наших граждан Которые На мои слова там Ну неужели еще к Черкунову пойдете И говорят А кто это такой Я вам клянусь А меня это радует А что сказал Ключевский там Что Ключевский Я просто в этом году С таким удовольствием Начала читать историю Государства российского Но язык правда тяжелый И по времени Не всегда успеваю Но меня вообще взгляд не нашел Я еще три на недавно Историю одного города Прослушала Слушайте Вот это Влад Вот то что вы сегодня сказали Это просто сигнал У меня была журналист Брала интервью И она сказала Что всех кому она берет интервью В последнее время Все читают историю одного города И я ее тоже Она у меня лежала на столе Наше время Да 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 Да